Мы сегодня с вами поговорим о медитации. Опять же, учитывая, что в основном тут мои ученики, поэтому мне будет в какой-то степени проще говорить, но с другой стороны, чтобы наше такое общение не было только монологом, поэтому вы периодически задавайте вопросы, которые вас интересуют. Неважно, общие или предметные, если вы посчитаете это нужным, для вас интересным и важным. Поэтому абсолютно спокойно, рукой мне махните, я буду знать, что у вас есть вопрос. Итак, медитация. Значит, в чем, скажем, опять же, смысл моей беседы? Почему я решил проводить вот эти все мероприятия? О медитации вы можете узнать очень многое в интернете, найти многое в книгах, и действительно достойного и полезного. Но то, что я вам попытаюсь рассказать, это чистая практика. То есть я не считаю себя очень грамотным в плане знания медитации, вот в ее таком, скажем, классическом варианте. В свое время я ее действительно изучал, и какие-то йоговские воззрения, и на Тибете, когда был, тоже пытался интересоваться. Но потом, ну, наверное, с годами, когда я начал практиковать эти вещи, то, естественно, я пришел к своему понятию этой медитации, именно с позиции врача. И вот с вами я хочу поделиться этими знаниями, хотя многие из вас много от меня слышали, с некоторыми мы занимались медитацией. Но тем не менее, может быть, что-то для вас окажется полезным для того, чтобы вы это использовали в своей повседневной жизни. То есть для меня было бы очень хорошо, чтобы после нашей беседы кто-то из вас чуть-чуть больше понял, может быть, возникла большая мотивация, и вы бы начали заниматься этой медитацией именно с пользой для себя. Потому что просто теоретизировать о медитации можно долго, нудно и не один год. Итак, значит, мы начинаем с понятия медитации. Как я там заявлял вначале, да, на моем сайте это висит, как бы, некие пункты. Вот медитация и сон. Вот здесь очень мощная, чистая, практическая сторона. Потому что я считаю, ну, скажу о себе сразу, я ухожу в сон только через медитацию, уже много лет. Что такое много лет? Это значит где-то больше 10-15 лет. Засыпаю я, ну, практически мгновенно, на счет раз-два-три, как говорит моя жена, тебя нет. Но смысл в чем? Я считаю, что вначале так не было. Вначале, когда я пытался изучать вот это погружение, я испробовал много разных методов и способов. Ну и потом нашел какой-то слой, который у меня сейчас отработан, и мне стоит только начать погружаться вот в это ощущение потока, и все, в принципе, происходит сразу уход. Но когда я начинал вот эту медитацию именно для сна, я что делал? Я отключал руки, отключал ноги, туловище, голову, я растекался по лицу. Кстати, мы сегодня скажем, вот такая медитация расслабления, я бы сказал, на мимические мышцы лица, особенно, я считаю, полезна женщинам, потому что это носит и косметический характер, однозначно. Вот, и когда я, значит, пробовал погружение, то потом я вызывал образы энергии, я искал ощущения, я создавал шарики в суставах, я откутывал позвоночник, вот, я в образе сидел на вершине горы или погружался там на дно океана, или сидел в лесу. То есть любой образ, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Да, там, где... Вот, то есть любой образ, который бы способствовал вот такому расслаблению и погружению. Почему важно погружаться через медитацию в сорт, с моей точки зрения? Ну, здесь будет некое продолжение, почему того разговора, потому что я уже об этом говорил, что любой человек, или просто я на каком-то занятии рассказывал, не буду сейчас брать, точно не помню, я рассказывал, что свойства нашего сознания это постоянный внутренний диалог. То есть мы, когда с кем-то не общаемся, даже когда общаемся, мы все равно человек нам что-то рассказывает, а мы ему... Мы просто говорим, ага, да, ну да, вот здесь я верю, ага, нет, здесь не верю. И вообще это не так, а это вот так, да, вот с этим я... То есть мы так или иначе все время находимся в некой интерпретации поступающей информации в ваше сознание. И этот внутренний диалог остановить практически невозможно. Практически невозможно. Я, например, могу сказать, что у меня нет такого... То есть у меня нет успехов в остановке внутреннего диалога. Я это признаю. Но я могу останавливать внутренний диалог на хорошие куски, временные. Скажем, состояние пустоты сознания, вот это для меня очень тяжело. Я это тренировал, честно скажу. Я тренировал это даже... Есть такая техника, когда я наблюдаю за пространством между мыслями. То есть одна мысль пришла, а другая еще не пришла. И вот этот промежуток, когда мысль одна пришла, а другая не пришла, и я эту мысль убираю, и вот этот момент между мыслями да, пустотный момент, я на нем сосредотачиваюсь. Это известные практики, то есть это не что-то тут я новое открываю. И я долго вот эту практику делал, в общем-то она мне удавалась, но очень быстро соскальзываешь, очень быстро. И вот опять же метод, который подошел мне, это замещение образов энергии. Опять же я своим ученикам очень часто говорю, что с моей точки зрения медитация на образе энергии, мне кажется, наиболее легче позволяет любому человеку уйти от мусора социума. То есть в данном случае я медитацию рассматриваю как концентрацию на чем-то, что позволит освободить сознание от постоянных размышлений, от тяготок жизни. Нет, ну у кого счастье в жизни, то тогда флаг и барабан. Только об этом и думайте, о своем счастье, которое у вас наступило в вашей жизни. Я за вас буду безумно рад, однозначно. Но мне кажется, в большинстве своем человек озабочен тяготами жизни. Он все время по поводу чего-то волнуется. Ну как вы думаете, по поводу чего, ну такими кусками брать, не детализируя, по поводу чего человек в основном волнуется? У кого есть предположения? Здоровье и положение близких. Все, четко. Все, Михаилович, он прям в десятку попадает с первого выстрела и добавить нечего. Ну, я могу только чуть-чуть расширить. Действительно, есть беспокойство по поводу внутреннего своего состояния, а это здоровье. И есть беспокойство по поводу внешнего окружающего пространства, куда входит ближнее окружение, родные и близкие, среднее окружение, друзья, товарищи, и дальнее окружение, работа, и просто люди на земле. Вот скажем вот так. То есть вот эти два момента, хотите вы или нет, они постоянно присутствуют в вашей голове. Нет, ну если есть такие, у кого не присутствуют, поднимите, пожалуйста, руку. Я хочу на вас посмотреть и быть гордым за то, что у вас это не присутствует. В этом голове не присутствует. У вас не присутствует? Извините. Я просто поближе. Можно присесть? Пожалуйста, пожалуйста, проходите, присаживайтесь поближе. Конечно. Как вам удобно. Вот. То есть однозначно в нашей голове вот эти вещи постоянного сомнения, постоянного беспокойства, постоянного напряжения, они все время есть. И я бы сказал, это является самым большим источником потери энергии. То есть так или иначе, медитация энергии – это вещи, постоянно связанные между собой. Так же, как день и ночь. Да, ну мы знаем, что ночь – это просто отсутствие солнца, а не потому, что мы раз – ночь включили. То есть у нас же нет тумблера включить ночь. Ночь – это отсутствие солнца. Вот в данном случае медитация и ваша энергия – это вещи, я считаю, взаимосвязанными. Но я прекрасно понимаю, что 90% населения на Земле медитацией не занимались и заниматься не собираются, потому что оно им абсолютно не нужно. Вот в нашем случае, раз мы рассматриваем эти практики и мы о них говорим, я бы вам всем советовал научиться через медитацию погружаться в сон. Почему я назвал первое такое короткое выступление, что медитация и сон – это неиссякаемый источник сохранения энергии. Даже так я бы назвал это. Потому что если вы хорошо отдохнули, то энергия в вас пребывает однозначно. Если вы плохо отдохнули, то вы встаете утром разбитыми, квелыми, вялыми, раздраженными, и у вас идет накапливание вот этого негативного потенциала. Вы все время, в течение дня, у вас не хватает энергии на спокойствие, и вы раздражаетесь по пустякам. Не так птичка засвистела, не так мальчик улицу перебежал, и вообще машина не туда едет. И вообще фарами светит, и не так, как надо. Не так ярко. Ну то есть это свойство любого человека, который истощен. Да, вот если вы имели в своей жизни опыт общения с больным человеком, больной человек обычно какой? Он капризный, он требует к себе особого внимания, он все время чем-то недоволен. Ну я не говорю о людях очень позитивных, которым все по барабану, они болеют и все, все остальные от меня не трогайте. Это какой-то хороший вариант. А почему? Потому что человек когда больной, он истощен, и он постоянно требует вот этой подпитки энергии. Поэтому засыпать, засыпать желательно в медитации. Как это сделать? Ну непросто. Могу сказать непросто. Хотя ничего сложного в этом нет. Почему непросто? Потому что первая засада в этом случае, это когда человек вообще об этом не вспоминает, что надо какую-то медитацию, которая поможет вам хорошо заснуть и хорошо выспаться. То есть у вас это не наработано. То есть у вас нету вот этого стереотипа поведения засыпания. А вот какой у вас стереотип поведения в засыпании? Есть смелые, которые могут поделиться, о чем они думают, когда они засыпают? Ну давайте так, не раскрывая всех секретов, скажите, вы думаете о чем-то прекрасном и великом, или о чем-то грустном и беспокоящем вас? Конечно, о грустном. Конечно, о грустном. Есть, которые думают о прекрасном и великом? До упора новости по телевизору об Украине, а потом сколько можно делать нервы, поворачиваю, читаю «Отче наш» и ухожу. Да, прекрасно. Кстати, очень хороший вариант, это чтимые молитвы. Не сказали, что можно читать молитвы, это меня порадовало. Я почитаю, могу все равно расслабиться. Ну это уже нюансы, кто-то может, а кто-то не может. А я включаю тихо телевизор и подтеленяю. Под шум, да? Лучше, это, кстати, тоже неплохой вариант, но я бы лучше посоветовал какую-нибудь кассету, где бы записать классическую музыку, или шум листвы, или природы, ее включать, и пускай лучше будет такой шум, чем шум от телевизора. Но на самом деле, действительно, вот с технократическим веком у большинства населения, у кого есть вот эти вот возможности технические, да, иметь в виду, потому что в Африке, например, не у всех есть телевизоры, да, если так говорить, или там еще каких-то таких далеких районов. То есть, действительно, большинство населения начинает привыкать к засыпанию под телевизором. Это очень сильно разрушает. То есть, я огромный противник этого. Поэтому все, у кого есть возможность, я советую, ну, если человек не живет в однокомнатной квартире, то есть, я советую, чтобы в спальне телевизора не было 100%. Это однозначно. Вот, потому что, ну, там, и звучение, и звучение, но сам момент, вот, когда ты смотришь картинку, во-первых, глаза устают, идет какая-то информация, не всегда позитивно, и ты засыпаешь под телевизор, я считаю, это неправильно, именно в плане, вот, сохранения здоровья. Итак, значит, мы говорим о том, как лучше всего заснуть. Значит, несколько вариантов. Первый вариант, вы ложитесь спать и проводите, ну, практически, аутогенную тренировку. Практически. Но в чем отличие, которое я советую, потому что в аутогенной тренировке пошутся, там все-таки есть этот момент некого такого императива, там, заставь руку быть тяжелой, или ты там должен почувствовать руку теплой. А я пробовал, мне как назову все наоборот. Там, где тяжело, она легкая. Там, где должна быть теплая, у меня холодная, например. И все. И меня это раздражает, и я начинаю нервничать. Ну, это было давно, это еще было там в 90-х годах, когда я этим интересовался. То есть, можно засыпать, действительно, без всяких образов энергии, но при этом, вы должны научиться